Картина Витари Карпаччо «Две венецианские дамы», написана примерно в 1496 году, вызвала немыслимое количество споров, потому что совершенно непонятно, что на ней происходит, а очень хотелось понять. Вот сидят две девицы, но кто они и почему такие приунывшие? Что за звери вокруг них и почему в вазе стоит кустик-палочка, без цветов или побегов? Главный прерафаэлит Джон Резкин назвал эту картину прекраснейшей в мире и окрестил дам куртизанками. Но, потому что у дам довольно глубокие декольте, белый платок в руке младший нужен для того, чтобы призывно махать мужчинам, под лапы у пса записка наверняка фривольного содержания, но а гранат символизирует сладострастие. Вроде, только привыкли к куртизанкам, но тут исследователи решили, что все не так. Собаки символизируют не разврат, а наоборот, верность, а платочек, символ чистоты, гранат, символ плодородия и мудрости, а наши дамы, верные супруги, приунывшие в ожидании мужей, которые, например, ушли в военный поход. Было еще одно предложение по поводу этой картины, просто перестать пытаться трактовать то, что там происходит, потому как автор мог, например, зашифровать в вещах, зверях и предметах имена дам. Но так как мы сейчас не имеем никакого инструмента, чтобы связать все символы в хоть какую-нибудь стройную картину, то может, нечего и пытаться. И вот, в 1944 году архитектор Андреа Бузеревичи, купил у антиквара в Риме симпатичную дощечку, на оборотной стороне которой была написана обманка с письмами, а на лицевой, сцена охоты с лучниками в лодках. И вот, казалось бы, при чем тут венецианские дамы? А дело в том, что странная деталь была на этой картине, торчащая из-за края холста ливия. Именно это и позволило через 20 лет после появления картины в поле зрения искусствоведов предположить, что палочка, торчащая из вазы у двух венецианок, заканчивается цветком у охотников, а значит, это две части одной картины. А то все как-то в своих трактовках позабыли, что картина была явно обрезана. Позже две доски наконец приложили друг к другу, да не просто приложили, но еще и провели исследования в инфракрасных лучах, то выяснилось, что перед нами точно не куртизанки, а скорее супруги, скучающие на террасе, пока мужья то ли по бакланам, то ли по рыбам стреляют и неплохо проводят время. И скорее всего, сцена охоты происходит не прямо под балконом, а в воображении женщин. Тогда все предметы вокруг дам, действительно указывают на их верность, непорочность и чистоту. А найденная лилия и вовсе символ Девы Марии. Кстати, скорее всего, даже в собранном виде, картина является только половиной от того, что было в самом начале, когда ее написал Карпаччо. На оборотной стороне охоты в лагуне, еще сохранились следы металлических креплений, а это может свидетельствовать о том, что картина могла быть дверкой шкафа или даже расписными оконными створками. Что же, осталось дождаться, когда найдут еще кусочек другой, еще через 300 лет, и все окончательно встанет на свои места. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова